Доктор педагогических наук Доктор педагогических наук Доктор педагогических наук Очень многое зависит от того, в какой семье он воспитывается. Но если в целом какой-то такой среднестатистический образ школьника, то это мега информационное пространство. Даже если школьник живет в небольшом поселке или деревне, у него в большей или меньшей степени есть возможность приобщиться к этому огромному количеству информации. Здесь очень важно не утонуть в этой информации. И многозадачность, конечно. Слишком многое нужно делать сейчас каждый день. Раньше это нужно было делать в течение года, а сейчас иногда за день очень многое нужно делать. Поэтому это школьник настоящего. Мне представляется, что школьник будущего – это человек, у которого есть возможность, во-первых, выбора прежде всего, и во-вторых, осознанного выбора. Для этого ему нужен взрослый помощник. Но я думаю, что мы об этом сегодня будем говорить еще. Мы к этой теме точно вернемся. Да. Мария Евгеньевна. Спасибо за вопрос. На самом деле спрашивать о том, каким является настоящее будущее подрастающих поколений, мне кажется, нужно прежде всего их самих и постоянно находиться в диалоге. Какую-то часть их будущего мы проживем вместе с ними. И этот диалог между поколениями, разными культурами крайне важен, чтобы это будущее было комфортным, приятным, хорошим для всех. Какое-то будущее они будут строить уже без нас. И пусть они тоже умеют быть в диалоге с теми, кто идет следом. Наверное, это то основное, что я хотела бы сказать. И добавить, что для взрослых очень важно, то, о чем упомянула Ольга Николаевна, быть всегда на чеку и оказывать особую помощь ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, для которых сам вопрос о существовании будущего является крайне проблемным. То есть в первую очередь мы должны обеспечить наличие крова близких взрослых, значимых взрослых у детей, хорошего образования. И тогда, я думаю, им откроется возможность сознательно отнестись к тому, что будущее вариативно, к тому, что ты отвечаешь за то, каким оно будет, несмотря на всех черных лебедей, которые откуда-то вылетают, и готов идти к своим целям. То есть все время стоять над пропастью воржи, да, получается? Держать себя, держать других. Разный могут быть образы. У кого-то образ дороги, у кого-то образ полета. Наверное, в этом мы их не можем ограничивать. Но дать какие-то способы работы с будущим, да, это могут быть форсайты, проектные сессии, обсуждения, личные форматы письменные, допустим, каким я вижу себя. Это можно. Я думаю, это неплохо было бы, да. Вот есть сейчас такое даже течение в педагогике, когда ребят учат работать с будущим своим, социальным, глобальным будущим. И я, например, с вниманием отношусь, с любопытством вот к этому направлению. Со своими ребятами тоже стараюсь это делать. С теми подростками, с кем я как педагог общаюсь. Повезло ребятам, с которыми вы общаетесь. Да, это взаимный путь. А вот когда мы говорим об образе школьника будущего, вообще скажите, вот важно для этого человека быть читающим? Читающий школьник — это думающий, впоследствии член общества, думающая личность. Вот насколько это важно? Ольга Николаевна. Ну, знаете, я как человек, который придумал, создал читательский конкурс, я не могу ответить, что нет, не важно. Безусловно, очень важно, очень-очень важно. Все читающие люди важны. Да все люди важны, чего уж тут говорить. Но, вы знаете, вот я сейчас читаю детскую книгу, она у меня попалась в руки. Совершенно случайно во время библиотечного конгресса в Нижнем Новгороде познакомилась с детским писателем Олегом Роем. И он подарил мне книгу свою, «Хранители книг». И я там как раз увидела в этой книге, как приобщаются к чтению, как становятся читателями. И это опять взрослые. Вообще, вы знаете, читателям становятся у мамы на коленях. У бабушки, у мамы, у тети, у воспитательницы, у няни. Но на коленях. Вот так, чтобы обняли, прижали. И таким прекрасным голосом прочитали что-то, привлекли, завлекли в чтение. То есть вот должно быть тепло такое, да, которое притягивает? Уверена на миллиард процентов, что именно так. Вот на коленях и с любовью. Очень хорошо сказано. Мария, добавите. Да, я бы тоже порассуждала на эту тему. И мне кажется, здесь сам вопрос очень неоднозначный. Кто такой читающий человек? Кого вы себе представляли? Может быть, это школьник, который самостоятельно хорошо работает с учебной книгой. Может быть, подросток, который выбирает художественное чтение. Да, и где-то вот в качалочке, у реки, значит, на даче читает. Может быть, это то, как измеряют в современных таких технологических, достаточно обустроенных процессах, что современное чтение, да, оно представляет собой синтез работы с печатным текстом и с визуальной информацией и включает в себя работу с таблицами, графиками. А я еще добавлю мемы какие-нибудь, да, значит, в интернет-сетях. То есть читатель, он многообразен. Но если вот вернуться прям к казану... К художественной литературе. Да, даже не к художественной литературе. Я бы вернулась к основам психологии чтения, которые следовали в XX веке в России. И, ну, на самом деле, это общепринятая классификация, что есть четыре вида речевой деятельности, да, чтение, письмо, говорение и слушание. И, конечно, чтение, как один из видов работы с письменным текстом, он возникает, если говорить о маленьком ребенке, то, о чем упомянула Ольга Николаевна, на базе работы прежде всего с устным текстом. То есть когда мама поет, читает, рассказывает ребенку, она готовит его к чтению. Если же говорить о той заботе, которая есть у родителей, а будет ли он потом читать, да, не забросит ли он, то моя гипотеза состоит в том, что будут читать, все будут читать, те, у кого есть интерес. Познавательный, глубокий, сознательный интерес. Да, ты можешь общаться с разными людьми, ты можешь идти через свой опыт, ты можешь смотреть видеофильмы, но рано или поздно любой серьезный интерес предпрофессиональный, профессиональный личностный приведет к чтению. Поэтому не бойтесь, что не будут читать, если у них есть какие-то интересы. Ну и, наконец, если говорить о педагогах, а я была и учителем начальной школы и сталкивалась с этими первочками, которые приходят, и кто-то читает, кто-то нет, то, конечно, есть много способов, форматов, как обучить чтению, соблюдая интересы к технической, к содержательной стороне. Но я, например, на чем делала акцент? На эвристическом обучении, на предугадывании. Что такое книга? Есть книги, кто-то читает, кто-то нет. А задача одна — ответь на вопрос или выбери, какая из этих книг будет тебе интересна. И мы обсуждаем вместо иллюстрации в книге, как пахнет бумага, какой шрифт, детская она или нет. И даже нечитающие дети могут выбрать книгу, которая, наверное, будет им интересна. Печатный текст. Не умеете читать? Не страшно. Посмотрите, как он организован. Что вообще есть на листе? Оказывается, не только буквы, которые ребенок еще не освоил, и боится, как же я теперь буду. Структура, абзацы, белые поля. А также мы изучаем сначала знаки припинания, восклицательные, вопросительные. Вот иллюстрация «Белочка и зайчик» и два текста, где разговор записан «Белочка и зайчик». Они уже находят по знакам припинания. И вот такой вход в чтение, он нивелирует разницу между читающими и нечитающими. То есть несколько первых занятий мы им позволяем всем в эвристическом ключе почувствовать себя уверенно. Тот, кто читает 70 слов в минуту, он задумывается о знаках припинания вдруг, потому что, может быть, не задумывался так. Кто не читает, он убеждается, что не страшно. С учителем можно в эту область вступить, а складывать слова, конечно, есть отдельные приемы, формы. Я надеюсь, что учителя найдут литературу. У многих это, к сожалению, ушло сейчас. Надежда на то, что дети придут читающие, но эта литература есть. Можно любого ребенка научить, овладеть смысловой и технической частью чтения. Прекрасно, что есть такие тенденции в образовании. Это очень радует. А вот в этой связи, Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, про ваш конкурс «Страна читали». Вот в чем его уникальность и в чем его необходимость? Как раз этот вопрос перекликается. С удовольствием, Эдуард Николаевич, с удовольствием. И хочу поблагодарить партнера конкурса «Всероссийскую школьную летопись» за поддержку. Да, я скромничать не буду. Конкурс уникальный. Потому что, проанализировав информацию о существующих читательских конкурсах, а предложение, надо сказать, избыточное. Я не нашла конкурсов, в котором участвуют от 3 лет до 87 лет, как у нас участники есть такого возраста. Даже так? Да. Вот есть, теперь уже 90, наверное. То есть, вот тот самый межпоколенческий. Да, и получается, что в конкурсе участвуют представители абсолютно всех ныне живущих поколений, и они могут смотреть, кто и что читает. Из конкурса вырос отдельный проект. Это конференция международная, что и как читают наши дети, культурный сравнительный аспект, в который приняли участие представители из 19 стран мира. Это русские сообщества, сообщества соотечественников в 19 странах. Мы объединяемся для того, чтобы понять, что читают наши дети. Но с этим более-менее ясно. Это можем просто проанализировать, что они выбирают, по какой-то статистике. Более важный для решения такой, скажем, проблемный вопрос – как читают? И вот здесь возникает такое предположение, что дети-то наши читают. Ну, мы же видим, сколько книг они берут в библиотеках, покупают. Но читают они не так, как мы хотим. Понимаете? Вот мы хотим, чтобы они читали так, как мы читали всегда, и как мы привыкли. Вот открыл книгу, читаешь, пересказываешь, отвечаешь на вопросы. А они по-другому читают. Они комиксы читают, они с экрана читают. Они ищут ту информацию в книгах, которая им нужна. И в этом второй пункт уникальности конкурса «Страна читали». Страна читали, она без границ. Она мега распространилась настолько, то есть у нас на всех континентах есть, ну, не штаб-квартиры, но города, поселки у этой страны точно совершенно есть. И она родилась, страна читали, для того, чтобы объединять людей, для того, чтобы понимать, что есть книги, которые читают и маленькие, и взрослые. Для того, чтобы взрослые наконец-то увидели, что дети читают. Они кричали на всех возможных мероприятиях, посвященных «Наши дети не читают, катастрофа, ужас!» Читают. Но не так. Пять с половиной тысяч участников конкурса «Страна читали». Около двух с половиной тысяч медиапроектов-буктрейлеров в банке. Есть книги, которые объединяют поколения. Есть те, которые выбирают и старый млад, что называется. Есть такие возможности для понимания друг друга и принятия друг друга. В этом вот третий пункт уникальности этого конкурса. Он проходит ежегодно. Регистрация на конкурс начинается с 1 декабря, но с 1 сентября начинаются письма и звонки. Когда же, когда же, какую книгу в этом году лучше представить. В конкурсе каждый год есть ключевая номинация. Только что были книги в этом году о народном искусстве и культурном наследии. В следующем году у нас книги-пьесы. У нас Александр Николаевич Островский. И уже начинаются письма из всех этих стран-участниц. Из 257 городов Российской Федерации. А можно мы вот эту книгу-пьесу рассмотрим? Конечно, пожалуйста, читайте с удовольствием. Милости просим. Страна читали, ждет читателей. Спасибо вам за такой прекрасный конкурс, Ольга Николаевна. На самом деле, это вселяет оптимизм. Вы правильно очень сказали о том, чтобы втянуть ребенка в такое занятие, как чтение, нужно такое тепло на коленки его посадить. В связи с этим я хотел бы обратиться к Марии Юрьевне с вопросом. Вот ваш проект по наставничеству. Что это вообще? Кто такие наставники? Может ли родитель быть наставником? Спасибо, Дарья Николаевич. Но вы знаете, я с ребятами, тоже с подростками обсуждала, кто для них наставник. И мы вывели такую формулу, что наставник – это в той или иной степени представитель желаемого будущего. То есть тот подросток, который представляет себя в будущем, пусть абресно, в эскизе, и имеет некое представление о том образе жизни, который он хотел бы вести, о том, как он может выглядеть, какую профессию может избирать, ищет во взрослых вот этого наставника, кто уже прошел этот путь и мог бы показать ему более короткую дорогу. Поиск наставника для ребенка естественен. Что касается родителей, то они, безусловно, являются наставниками на ранних этапах взросления человека, и просто его проводниками в мир вообще человеческой жизни, человеческой культуры. В подростковом возрасте, когда ребенок начинает более критично смотреть на взрослых и ищет, возможно, наставника в той области, куда его родители не ходили, то есть новые профессии, или он планирует уехать в другой регион, ну вот что-то такое, чего у родителей нет. Просто могут не знать этого. Конечно, и нужно спокойно отнестись к тому, что у ребенка будет расширяться круг наставников, и даже в какой-то момент кто-то столкнется, может быть, с каким-то вот сложностями переходного возраста у собственных детей. И здесь я могу сразу сказать, что очень хорошо, если у родителей заранее продуманы вот эти наставники, с кем они сами поддерживают хорошие отношения. Будь то тренер, педагог дополнительного образования, местный бизнесмен, который вкладывается в социальные наставнические программы, ну и в конце концов школа с учителями, с директором. То есть пусть ребенок, ему будет казаться, что он где-то отошел от родителей, а у родителей вся информация будет, что происходит и как. То есть знайте наставников своих детей, вот не упускайте этот пласт, потому что ребенок наставников найдет в любом случае. А вот кто это будут? А вот да, кто это будут? Потому что сейчас очень большое разнообразие даже определения для наставников. Наставник, ментор, тьютер. Вот какая разница между ментором и тьютером? Как вот понять, кто есть? Ментором и тьютером, ну будем считать, что ментор, наставник – это полные синонимы, поскольку это все-таки калькоперевод. А что касается тьютера, сейчас в России это отдельная профессия, поэтому деятельность тьютера регулируется профстандартом, тьютер у нас трудоустраивается в образовательной организации, либо работают как частные специалисты, но все-таки придерживаются определенных правил. И когда мы будем оценивать эффективность тьютера, то мы понимаем метрики, по которым это может происходить, продвижение ребенка, создание индивидуальной образовательной программы. Если это чтение, проектирование, то тьютер помогает реализовывать проектный замысел и доводить его до продукта. Наставник может не быть профессиональным педагогом, психологом, социальным педагогом. Это взрослый, который включен в профессиональную деятельность, опытный, может быть, руководитель, может быть, специалист хорошего уровня, может быть, человек, вышедший на пенсию, у которого большой опыт и желание придавать молодежи. И там основными метриками будет доверие, индивидуализация для ребенка, его пути, но вот в диалоге с конкретным взрослым. И тьютер, и наставник разближает то, что они посредники между культурой и ребенком. Но это посредничество немного разное. Наставничество более неформальное, более такое, может быть, личностное и менее измеримое. Тьютерство сейчас более стандартизировано. Хотя, конечно, как любая педагогика, в нем есть место творчеству, удивлению, взаимному общению людей. Я думаю, это поможет многим родителям понять разницу и определиться. Да, когда выбираете специалистов, их сейчас много, и коучи, и тьютеры, и психологи. Просто нужно смотреть, кто вам нужен, вашему ребенку в процессах самоопределения. Вот про самоопределение. А как вообще распознать, кем будет ребенок, каково его призвание на старте? Как понять этот вопрос ко всем? Ох, Эдуард Никай, спасибо. Глубоко, да? Ну, такой вопрос. Как же распознать нам кем будет ребенок? Ну, может быть, у вас есть какие-то вот свои секреты? Я заглянула в словарь, когда готовилась сюда приехать, и увидела, что у слова «призвание» два значения. Одно из них склонность, а другое то дело, которое выбирается на всю жизнь. Я думаю, что относительно ребенка все-таки правильнее говорить о склонностях, которые мы можем наблюдать. Они проявляются в познавательном интересе, в том, что ребенок делает, как он говорит, в какие места он предпочитает ходить. Поэтому наблюдайте за своим ребенком, и делать это необходимо с самых ранних месяцев, и не только в плане, какой зубик у него прорезался, в какой возрасте, но и чем он интересуется. Вы увидите, что линии интереса могут возникать очень рано, буквально с нескольких месяцев жизни, и длится потом какой-то период. У кого-то это будет месяц, у кого-то несколько лет, потом там станет профессией, может быть. Поэтому записывайте, наблюдайте, и создавайте обогащающую среду, открытую, где у ребенка будет возможность пробовать разные материалы. Общаться с разными людьми, животными, территориями, чтобы все-таки он еще мог эту свою склонность нащупать. Потому что если он не встретится с материалом, то он эту склонность может не узнать в себе. Вот, кстати, я здесь продолжу, наверное, мысль, Мария Юрьевна. Я сторонник, особенно в последнее время, проб всевозможных. Вообще сейчас адепт профессиональных проб. Настолько меня это увлекает, причем не обязательно это завод, фабрика, как сейчас принято считать, вот, профессиональная проба, вот он попробует сделать. Я работаю со старшеклассниками, уже 37 лет я работаю со старшеклассниками. И я сейчас задаю ребятам вопрос, когда мы начинаем с ними осваивать тот курс, который я преподаю, я говорю, скажи, пожалуйста, вот через 6 лет ты выйдешь на работу в 10 утра и завершишь в 18 часов. Два раза в месяц ты получишь заработную плату. За что? За что тебе заплатят деньги? А кем ты будешь? Ну, менеджером каким-нибудь? Ну, конструктором? Айтишником? В банке буду работать? Хорошо, расскажи мне, что ты будешь делать 8 часов в день, чтобы получать те деньги, которые ты сейчас хочешь, желаешь? Ну, очень сложно. 99% не могут ответить. Только 1% тех, кто уже там в 3 года решил, что я буду космонавтом и все, точка. Ничего больше я выбирать не собираюсь. Поэтому профессиональные пробы, культурологические пробы – это наше все. Вот кто будет нас слушать, смотреть, уважаемые родители, дорогие друзья, давайте детям пробовать. Пусть они ходят в музеи, театры, парки, библиотеки и смотрят, как работают люди там. В театре работают для того, чтобы мы получали удовольствие. От книг, от картин, от музыки это создается кем-то. Я бы добавила, что пробы – это всегда немножко свое какое-то действие. И при внесении вот своего, и вот когда рождается вот это единое, тогда и появляется призвание через склонность. Вот, прекрасно. Прямо вот иллюстрация вот этих тезисов «твори, выдумывай, пробы» получилась у нас. А вот скажите, пожалуйста, у вас остались какие-то самые яркие воспоминания детства, которые вы пронесли через всю жизнь? Ой, вы знаете, я ношу каждый день эти воспоминания. Вот каждый день я вспоминаю моих прекрасных Наталью Сергеевну и Клавдию Владимировну. 11 лет своей жизни я жила в коммунальной квартире с бывшими графинями, бывшими хозяйками целого доходного квартала в центре Москвы, на Петровке, в Петровском переулке. Но судьба распорядилась так, что эти женщины, одна из которых настоящая дворянка, а вторая ее компаньонка, раньше девочкам нанимали компаньонок, тоже из дворян, но победнее семьи. Они стали владелицами двух крохотных комнаток в огромной квартире. И вот в одной из еще 13 комнат как раз появилась на свет и жила я первые 11 лет. И как сейчас слышу этот голос Клавдии Владимировны, «Олюшка, читай классику». Потом ты почитаешь всякие журналы, читай классику. У них была громадная библиотека, это, пожалуй, библиотека и драгоценности, это то, что уцелело после революции, миграции почти всей семьи, Великой Отечественной войны. И у меня сохранились книги из их библиотеки. И я читала классику благодаря тому, что меня вот так настроили. А еще я ходила на субботние обеды, где меня учили пользоваться шестью вилками и шестью ножами. Меня водили в зоосад и водили в театр и рассказывали, зачем нужна крохотная театральная сумочка, зеркальце с ноготок и театральные конфетки. Вот это воспоминание, оно, знаете, как охранная грамота в моей жизни. Могу себе представить, да. Теперь я понимаю, откуда у вас вот этот аристократизм. Благодарю вас, благодарю, спасибо. А у вас, Мария? Если в контексте сегодняшней беседы говорить об интересе к чтению, то моя мама много сделала для того, чтобы я просто любила читать. Она сначала мне рассказывала сказки, когда я была очень маленькой, ежевечерней. У нас даже есть такая семейная история, когда она очень устала, прилегла, уже заснула практически. Я забралась, открывала ей глаза и говорила сказку. Потом она эти сказки читала. А когда я научилась читать, то делаю это уже сама, и так это и закрепилось. Плюс были диафильмы и пластинки в доме. И это огромная, да, такая история про то, как облегчить тоже путь к чтению или каким-то сюжетом, который, может быть, ребенку пока рановато прочитать, ну, там, трех мушкетеров. Да, для нас диафильмы – это был такой же мостик, как сейчас комиксы. Да, 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 да. Вот. А вторая была история, их, наверное, будет вот три. А вторая история – это была история с моим дедушкой, у которого я проводила лето уже с пяти лет самостоятельно в течение трех месяцев. Это огромная библиотека, те самые тома Чехова, Пушкина, Маяковского, Марка Твена. В чем был секрет успеха, скажем так, у дедушки? В том, что у меня была масса свободного времени. Он никогда со мной не обсуждал, что я беру, подходит ли это мне по возрасту, мог иногда подсказать. Но там я увидела публицистическую литературу, понимаете, не художественную. А когда ты смотришь том за томом и доходишь до писем, письма Чехова жене, друзей к писателям. Это было в 9-10 лет. Совсем другой образ человека раскрывается. Совсем другой образ человека и другой образ литературы, с которой ты работаешь. Плюс мой дедушка относился к людям, которые карандашом на полях делали пометки. Не знаю, правильно это или нет, но это были его личные книги. Почерк был очень аккуратный. И я не всегда могла прочесть, что написал дедушка, но я знала, что он эту книгу держал. Пусть он сейчас в гараже, я читаю сама. И над ней думал. Он над ней думал. Это было, знаете, вот потом, когда мы все читаем про Онегина и Татьяну, как она наблюдала книги, в которых он делал пометки, она пыталась проникнуть в личность. А я дедушку-то хорошо знала, поэтому я пыталась проникнуть в то, как устроено чтение, что нужно делать эти пометки. Ну и третье воспоминание детства – это всё-таки переход к профессиональной литературе. Я в 13 лет поступила в педколледж, окончила 9 класс на тот момент. И вот этот массив педагогической, психологической, философской литературы, с которой я тогда столкнулся, он уже наложился на классику, о которой вы говорили. Может быть, не так много лет у меня было, чтобы с ней познакомиться. Но до сих пор я нон-фикшн, конечно, очень люблю. То есть вот прям тоже мне нравится. Слушай, так приятно, такие тёплые воспоминания о детстве, связанные с чтением. А вот вам самим вот эти воспоминания свои никогда не хотелось записать или увидеть вот в напечатанном виде? – Хотелось, но не сложилось. – Не сложилось. – Не сложилось. Сейчас у нас супруг работает над книгой для семьи о роде, о происхождении. – Здорово. – Какой интересный вопрос. А я её пишу. – Всё впереди. – У меня есть авторская экскурсия. Друзей всех приглашаю, вас тоже приглашаю. Дворы моего детства. Я вожу экскурсию от Цветного бульвара через Крапивинский переулок в Петровку, Петровский переулок, Дмитровский переулок к Пушкинской площади. Так называется и книга, которую, я надеюсь, я всё-таки одолею. И она порадует всех моих друзей и многих людей. Дворы моего детства. Это были необыкновенные дворы. Туда они боялись выпускать детей любого возраста. Мы играли в пристеночки, казаки-разбойники. Мы водили, мы разыгрывали это вождение. Кто будет водить? Это совершенно такая необыкновенная жизнь детская. И каждый раз, когда я вожу экскурсию, я подвожу к той липе, под которой спрятан мой секретик. Помните, секретики делали? Фантики, серебряные бумажки, какое-нибудь зёрнышко. Шарики. Металлические. Мы выменивали их. Это же целая была история. Мы знали, у кого что есть, с кем можно поменяться. И вот есть в Москве липа, под которой спрятан мой секретик. Я надеюсь, что я это и в книге опишу тоже. Дворы моего детства. Так будет называться эта книга. Тогда будем ждать ваших книг. Ваши будущие читатели. Да, сейчас хорошо, что у детей есть возможность написать свои книги уже сейчас. В этом помогает им наш проект «Школьная летопись». К сожалению, все те вопросы, которые мы с вами планируем обсудить, не умещаются в рамке 30 минут. Поэтому я жду новых встреч с вами. Вам желаю успехов. А нашим друзьям напоминаю, что с нами сегодня были Ольга Мачехина и Мария Чередилина. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо, всем удачи, счастья, хорошего лета. Прекрасного настроения. Живите с удовольствием. Замечательный итог беседы. Спасибо большое еще раз. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!